Родился зайчик в лесу, И всего боялся. Треснет где-нибудь сучок, Вспорхнет птица, Упадет с дерева ком снега, У зайчика душа в пятке. Боялся зайчик день, Боялся два, Боялся неделю, боялся год, А потом вырос он большой, И вдруг надоело ему бояться. — Никого я не боюсь! — крикнул он на весь лес. — Вот не боюсь, нисколько не боюсь, и все тут. Собрались старые зайцы, Сбежались маленькие зайчата, Приплелись старые зайчихи, Все слушают, как хвастается заяц, Длинные уши, косые глаза, короткий хвост, Слушают и своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого. — Эй, ты, косой глаз, ты и волка не боишься? — И волка не боюсь, и лисицы, и медведя, Никого не боюсь, вот не боюсь и не боюсь. Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, Прикрыв мордочки передними лапами. Засмеялись добрые старушки, зайчихи, Улыбнулись даже старые зайцы, Побывавшие в лапах у лисы И отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц, Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, Перегонять друг друга, точно все с ума сошли. — Да что тут долго говорить, — кричал Расхрабрившийся окончательно заяц. — Ежели мне попадется волк, То я его сам съем. Ах, какой смешной заяц, Ах, какой он глупый! Все видят, что и смешной, и глупый, И все смеются. Кричат зайцы про волка, А волк тут как тот. Ходил он, ходил по своим волчьим делам, Проголодался и только подумал, Вот бы хорошо зайчиком закусить, Как слышит, что где-то совсем близко Кричат, и его серого волка поминают. Сейчас он остановился, Понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошел волк К разыгравшимся зайцам, Слышит, как они над ним смеются, И всех больше хвостун зайц, Косые глаза, длинные уши, короткий хвост. Эх, брат, погоди, подумал серый волк И начал выглядывать, Который заяц хвастается своей храбростью, А зайцы ничего не видят, И веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвостун заяц Взобрался на пенек, Уселся на задние лапки И заговорил, Слушайте, вы трусы, Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку, Вот я, я, И я. Тут язык у хвостуна точно примерз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, А он видел и не смел дохнуть. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц хвостун Подпрыгнул кверху, Точно мячик, И со страху упал прямо На широкой волчьей лоб. Кубарем прокатился по волчьей спине, Перевернулся еще раз в воздухе, И потом задал такого стрякача, Что, кажется, готов был Выскочить из собственной кожи. Долго бежал несчастный зайчик, Бежал, пока совсем не вывелся из сил. Ему все казалось, Что волк гонится по пятам И вот-вот схватит его своими зубами. Наконец, совсем обессилел бедняга, Закрыл глаза И замертво свалился под куст. А волк в это время Бежал в другую сторону. Когда зайц упал на него, Ему показалось, Что кто-то в него выстрелил. И волк убежал. Мало ли, в лесу других зайцев Можно найти, А это, это был какой-то бешеный. Долго не могли прийти в себя Остальные зайцы. Кто удрал в кусты, Кто спрятался за пенек, Кто завалился в яму. Наконец, надоело всем прятаться И начали понемногу выглядывать, Кто похрабрее. А ловко напугал волка Наш зайц, решили все. Если бы не он, Так не уйти бы нам живыми. Да где же он, Где наш бесстрашный зайц? Начали искать. Ходили, ходили. Нет нигде храброго зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли. Лежит в ямке под кустиком И еле жив от страха. Молодец, молодец, косой, Закричали все зайцы в один голос. Ай да косой, Ловко ты напугал старого волка. Спасибо, брат, А мы думали, что ты хвастаешь. А вы как думали? Эх вы трусы! С этого дня храбрый зайц Начал сам верить, Что он действительно Никого не боится. Ну, а какой же Еще из-за Ленушкиных сказок Мы послушаем? Может быть, ту, Которая называется Умнее всех? Дело происходит в этой сказке На птичьем дворе. Индюк проснулся По обыкновению раньше других, Когда еще было темно, И будет жену. Индюшка, Индюшка, Проснись. Ну, что ты? Скажи, Ведь я умнее всех, да? Ах, какой умный! Кто же этого не знает? Мне кажется, Что меня мало уважают. Да, Совсем мало. Нет, 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 Это тебе так кажется. Птицы умнее тебя И не придумать. А, гусак? О, я все понимаю. Положим, он прямо ничего не говорит, А больше все молчит. Но я чувствую, Что он молча Меня не уважает. А ты не обращай на него внимания. Не стоит. Ведь ты заметил, Что гусак глуповат. Кто этого не видит? У него на лице написано Глупый гусак И больше ничего. Но гусак еще ничего. Разве можно сердиться На глупую птицу? А вот петух, Самый простой петух, Что он кричал про меня Третьего дня. И еще как кричал, Все соседи Слышали. Ах, какой ты странный. Разве ты не знаешь, От чего он вообще кричит? Ну, от чего? Ну, очень просто. И всем известно, Ты петух, И он петух. То есть как? Ну, только он, Он совсем-совсем простой, Обыкновенный петух. А ты настоящий Идейский петух. Ха-ха-ха. Вот он и кричит От зависти. Каждой птице Хочется быть Индейским петухом. Ну, это трудненько, Матушка, трудненько. Ишь, чего захотели. Индюшка Была скромная И добрая птица. И постоянно огорчалась, Что индюк Вечно с кем-нибудь Ссорился. Индюшке делалось Немного обидно, Когда другие птицы Начинали подсмеиваться Над индюком И называли его Болтуном и пустомелией. Проснувшись, Птицы высыпали Из курятника На двор И сразу поднялся Отчаянный гвалт. Ах, да! Там есть, так есть, так есть, так есть. Бухарка Матрёна, Должно быть, Хочет уморить Нас в голову. Да, да, да. Имейте терпение. Смотрите на меня. Я ведь тоже есть хочу, Но я не кричу, как вы. Кряк, 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 Знаем это, гусиное терпение. Эй, гряк, гряк, Хорошо гусаку говорить о терпении. А кто у меня вчера Два лучших пера Вытащил из хвоста. Индюк из гордости Никогда не бросался Вместе с другими на корм, А терпеливо ждал, Когда Матрёна отгонит Другую жадную птицу И позовет его. Так было и сейчас. Индюк гулял в стороне Около забора И делал вид, что ищет что-то. А за ним шагала индюшка. Ах, как мне хочется кушать. Вот уж Матрёна бросила овса. Да, и, кажется, Остатки вчерашней каши. Ах, как я люблю кашу. Да, хорошо и каши поесть. Но умная птица Никогда не бросается на пищу. Так я говорю? Так, так, так. Если меня хозяин не будет кормить, Я умру с голоду. Так? Так, так. А где же он найдёт Другого такого индюка? Другого такого нигде нет. Ну, вот то-то. А каша, в сущности, пустяки. Несмотря на все эти рассуждения, Индюк начал испытывать муки голода. Но тут случилось нечто такое, что заставило индюка забыть даже о собственном голоде. Все птицы подняли крик. Эй, 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 караул! Кто там? Это камень. Ох, нет-нет. Куда? Он шевелится. У него есть глаза. А у камней глаз не бывает. Мало ли что может показаться со страха глупой курицы. Может быть, это... Это гриб. Вот что это. Я видел точно такие грибы, только без иголок. Да нечего тут разговаривать попусту. Нужно действовать. Эй, ты, штука в иголках. Сказывайся, что за зверь. Я ведь шутить не люблю, слышишь? Молчишь? И вот я тебе клюну. Ну-ка. Ой, да это громадные репейные шишки. Больше ничего. Вкусного ничего нет. Не желает ли кто-нибудь попробовать? Нет, нет, нет. Все болтали, кому что приходило в голову. И предположением не было конца. Молчал один индюк. И вдруг они вспомнили о нем. Что же мы напрасно ломаем голову, когда у нас есть индюк? Он все знает? Конечно, конечно знаю. Да, я скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете. Кляк, 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 кляк. Кто же не знает, что ты у нас самая умная птица? Так и говорят, умен, как индюк. Как индюк. Значит, вы меня уважаете. Уважаете. Все уважаем. Значит, хотите знать, что это? Скажи, скажи, скажи. Скажи, скажи. Да. Это... Это кто-то куда-то ползет. Конечно, не такого ответа ждали от индюка. Но тут раздался чей-то насмешливый голос. Вот так самая умная птица. Кляк, кляк, кляк. Кто это говорит? Кто? 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 Ох, смотрите, из-под иголок высунулась морда. Морточка. Здравствуйте. Да как же это вы ежа не узнали? Ах, какой у вас смешной индюк. Извините меня. Какой он, ну как это вежливо сказать, ну, глупый индюк. Кляк, кляк. Кляк. Вероятно, еж и нас считает глупыми. Кляк, кляк. Он нас всех оскорбил. Кляк, кляк. А если кто глуп, так это он, еж. Я это сразу заметил. Да мы с ним просто напрасно разговариваем. Сейчас я его клюну. Но тут решил сказать слово индюк, который до сих пор молчал. Ну, позвольте, друзья, позвольте. Может быть, мы уладим все это дело миром. Да, предоставьте мне. Хорошо, хорошо. Ну, хорошо. Мы подождем, подождем. Я буду с ним разговаривать. Уважаемый еж. Обратите внимание прежде всего на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе. Многие считают... Учтите это. Да. Многие считают за честь попасть к нам во двор. Да, да. Правда, правда. Но это не главное. Да. Так главное. Неужели вы думали, что мы и понятия не имеем о ежах? Да, да. Я думаю, что все мы пошутили. Нет? Не так ли, друзья? Кряк, кряк. Совершенно справедливый индюк. Совершенно справедливый. Как видите, уважаемый еж, мы все любим пошутить. Да, 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 да. Я уж не говорю о себе. Да, отчего и не пошутить. И как мне кажется, еж, вы тоже обладаете веселым характером. О, вы угадали. У меня такой веселый характер, что я даже не могу спать по лечам. Многие этого не выносят. А мне скучно спать. Ну, вот видите, вы, вероятно, сойдетесь характером с нашим петухом, который горланит по ночам, как сумасшедший. Кстати, признайтесь, уважаемый еж, вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня... Да. Ну, неумной птицей. Ну, конечно, пошутил. У меня уж такой характер визжен. Да, 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 я в этом уверен. Слышали, друзья? Слышали, слышали, слышали. Ну, кто же мог в этом сомневаться? Кто мог в этом сомневаться? А я, дорогой еж, так и быть, сообщу вам ужасную тайну. Да, только условия никому не рассказываю. Что вы, что вы? Правда, мне немного совестно говорить о самом себе, но что поделать, если я самая умная птица? Меня это иногда даже немного стесняет, но, как говорится, шило в мешке, не утаишь. Пожалуйста, только никому об этом ни слова. Вот какая история произошла однажды на птичьем дворе. Мой маленький друг. Ивашечка, это я, сказочник, принес тебе русскую народную сказку Ивашечка. Послушай. Жили-были дед да баба. Был у них сынок маленький, Ивашечка. Вот Ивашечка и говорит, пустите меня на прудок в челночок, дайте веселышко, я буду рыбу ловить. Куда ты, Ивашечка, ты мал, не удал, рано тебе еще. А Ивашечка все свое. Пустите меня на прудок в челночок, дайте веселышко, я буду рыбу ловить. Ну, делать нечего. Надела на него баба белую рубашечку, красный поясок, дед сколотил челночок, дал веселышко и отпустил Ивашечку рыбу ловить. Вот он сел в лодку и говорит, челнок, челнок, плыви далеко, челнок, челнок, заплывай глубоко, челнок, и поплыл далеко-далеко. Стал Ивашечка рыбу ловить. Много ли, мало ли времени миновало, пришла баба на бережок, зовет Ивашечку. Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе пить и есть принесла. А Ивашечка говорит, челнок, челнок, плыви к бережку, то меня матушка зовет. Челнок и приплыл к бережку. Баба рыбу забрала, Ивашечку напоила, накормила, рубашечку да поясок переменила, отпустила его рыбу ловить. А баба яга, костяная нога, недалеко жила. Услыхала, как баба сынка звала. Вот пришла она на берег и закричала хриплым голосом. Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе пить и есть принесла. А Ивашечка слышит не матери голос и поет. Челнок, челнок, плыви далеко, челнок, челнок, плыви глубоко, то не матушка моя, то баба яга зовет. Челнок и заплыл еще дальше от берега. Рассердилась баба яга, побежала к кузнецу. Кузнец, кузнец, скуй мне тоненький голосок, а то я тебя съем. Испугался кузнец, исковал ей такой голосок, как у Ивашечкиной матери. Пришла баба яга ночью на бережок, стала Ивашечку звать. Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть пить принесла. Думал Ивашечка, что его мать зовет, приплыл к бережку. Баба яга, костяная нога, его рыбу забрала, с самого в мешок и домой поехала. Едет в ступе, пестом погоняет, помелом след заметает. Привезла Ивашечку домой, из мешка вытряхнула, да и говорит своей дочке, Аленке, «Истопи, Аленка, печку пожарче, сажай Ивашку на лопату, а я скоро приду». Вот Аленка истопила печь жарко-жарко, взяла лопату и говорит «Садись, Ивашка, на лопату». А Ивашечка, я мал, не удал, я не знаю как, растопырил руки до ноги и в печь не идет. Учила его Аленка, учила, а он все свое. Рассердилась Аленка, да и легла спать. А Ивашечка вылез из дому, запер дверь и влез на высокой-высокой дуб. Воротилась баба-яга, нет Ивашечки. Побежала баба-яга Ивашечку догонять. Увидела его на большом дубу, стала дуб с зубами грызть. Испугался Ивашечка, видит гуси-лебеди летят. «Гуси мои, лебедята, возьмите меня на крылята, понесите к отцу, к матушке моей, там вас накормят, там напоят, от дождя укроют». А гуси ему «Га-га-га-га-га-га, пускай тебя задние возьмут». Грызет баба-яга, дуб-дуб шатается, щепки летят. Летит стадо гусей-лебедей, Ивашечка им «Гуси мои, лебедята, возьмите меня на крылята, понесите к отцу, к матушке моей, там вас накормят, там напоят, от дождя укроют». А гуси ему «Га-га-га-га-га-га, там летит защипанный гусенок, он тебя возьмет, донесет». Дуб шатается, вот-вот упадет. Летит защипанный гусенок, «Гусенок мой, лебеденок, возьми меня, донеси меня, к отцу, к матушке моей, там тебя напоят, там накормят, от дождя укроют». Пожалел Ивашечку защипанный гусенок, взял его на крылышки, полетел вместе с ним, а тут дуб и рухнул. Прилетел Ивашечка к родной избушке, сел под окошечком, а баба плачет, Ивашечку вспоминает, блины делит. «Это тебе, старичок, а это мне, блинок». «А Ивашечка? А мне?» «Что такое?» – баба говорит. «Поди погляди, старичок, кто там просит блинок?» Вышел дед, а под окошечком Ивашечка сидит. «Ах, что тут было?» А защипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди стада летать, да и Ивашечку вспоминать. Ну вот, сказка кончилась, и теперь я прощаюсь с тобой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok